Девушки отдыхают День 1-й, 14.30. Самолет с президентом компании «Лукойл» взлетает из Москвы и берет курс на север. Главная цель по поездкам в Комин – это представление нового генерального директора нашего предприятия в Комин. То есть в Сыктывкаре я его представлю главе республики и у нас подписание соглашения с главой на ближайшие пять лет о социальной партнерстве. То есть традиция компании со всеми регионами иметь понятные правила отношений. А вот заключаете соглашение, вы от чего пытаетесь уйти? От того, чтобы к вам по любому поводу обращались, дайте денег? Да, от непредсказуемости. Як-42 приземляется в Сыктывкаре, столице республики Коми. 40% ее бюджета – это налоговое отчисление «Лукойла». И президент компании ездит тут действительно по-президентски – кортежем с милицейским сопровождением. В Москве один «Мерседес» и «Джип-охраны». На встречу с главой республики у Олега Первого считанные минуты. Дорогие, разрешите вам вручить знак нашей республики, для того, чтобы всегда он напоминал о том, что в этой республике ваше подразделение – это наш герб, одно из самых успешных. Спасибо. После официоза и короткого интервью местным СМИ Олег Перв возвращается к самолету. Дальше – Усинск. Хотя бы в тех регионах, где вы главный налогоплательщик, с вами как-то советуются, когда выбирают губернатор? Нет, конечно. Это приоритет президента нашего государства. Мы, как правило, это узнаем из газет. Но вот Москва для вас тоже принципиальный регион? И, насколько я понимаю, с Собянином вы хорошо знакомы по прошлой работе? Да, но Москва для нас не является принципиальным регионом. Почему? Потому что в Москве настрадочен всего один небольшой элемент нашего бизнеса. Это розничные продажи. Для нас это не приоритетный бизнес. Олег Перв познакомился с Собяниным, когда тот был мэром. Разумеется, не Москвы. «Лукойл» был создан в 1991-м на базе трех советских нефтяных объединений – Лангипаса, Урая и Когалыма. Их заглавные буквы стали названием новой компании. Главой города Когалым как раз и был Сергей Собянин. Позже, в 2001-м, он стал губернатором Тюменской области, которая для «Лукойла» – один из самых принципиальных регионов. Более половины своей нефти компания добывает в Западной Сибири. А то, что штаб-квартира находится в Москве, это неизбежность при нашей централизации, да? Да. Это сложилось исторически. Потому что на первом этапе развития вертикальных объединенных компаний было очень важно находиться близко к власти, близко к центру принятия решений. На первом этапе, а сейчас не вас ждал. Сегодня это уже не так актуально. Вот свежий пример неактуальности – конкурс на месторождение «Трепса и Титова». Одно из крупнейших, открытых на закате Советского Союза. Оно находится недалеко от Нарьянмара. «Трепс и Титов» – это примерно 230 миллионов тонн нефти. Заявки на лакомый конкурс подали почти все нефтяные компании. «Лукойла», «Роснефть», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». Но до финала, он назначен на 2 декабря, дошла только одна. Не самая большая и богатая башнефть. Наша же компания была недопущена до конкурса в связи с тем, что документы были оформлены не тактично. Да, есть странности, но в то же время я сторонник конкурса. Они должны быть более понятные, более открытые, чтобы не было нюансов в оформлении документов. То есть надо внедрять стандарты. Какие документы нужны, в какой форме нужны. То есть это все-таки отрабатывается с опытом проведения этих конкурсов. Но, как правило, после любого конкурса есть недовольные и довольные. Ну, я вот человек посторонний, но на мой посторонний взгляд, все равно в таких крупных вопросах, ну, все на самом деле решается в кулуар, кому что достанется. А конкурс так для вида. Нет, недовольные принадлежат государству. Государство могло бы приследить самостоятельно тому, кому оно считает нужным. Это право государства. Это прописано в законе. Но если проводится конкурс, это уже хорошо. Даже если он чисто формальный? Даже если он формальный. Дошедшая до финала Башнефть принадлежит новому игроку на нефтяном рынке – корпорации «Система» Владимира Евтушенкова, известная своими телекоммуникационными активами, система купила Башнефть около года назад. И вот осталась единственным претендентом на богатейшее месторождение. На камеру о закулисье подобных решений, конечно, никто не скажет. Мы приветствуем своих коллег на этом проекте. Но сегодня наша компания в эту провинцию вложила уже не один миллиард долларов. Создана инфраструктура, которая рассчитана не только на месторождение компании «Луквелл», но и в целом на провинцию. Поэтому мы уверены, кто бы ни победил в этом конкурсе, он в любом разе будет тесно сотрудничать с нашей компанией и использовать нашу инфраструктуру. Термин «провинция» – профессиональный же организм. Олег Перв имеет в виду не уездную глубинку, а залежи нефти. Провинция – это район, где обнаружено несколько месторождений. На территории России «Луквелл» разрабатывает Большихетскую впадину, Тимано-Печорскую, Западно-Сибирскую, Пребуральскую, Северокаспийскую и Поволжскую провинции. Свои вопросы о другом. Наши провинции все достаточно уже старые. Это и Поволжье, это и Тимано-Печоро, и Западная Сибирь. Сегодня необходима ускоренный ввод и подготовка новых месторождений к разработке, чтобы потенциал страны сохранился. Сегодня необходимо, чтобы правительство более агрессивно выставляло на конкурс новые участки недр с целью их геологического изучения и разработки, чтобы можно было уже через 10-15 лет иметь подготовленные месторождения для компенсации добычи, которые мы сегодня уже производим. Лукоиловское месторождение в Каспийском море – яркий пример того, сколько денег и времени уходит на разработку провинции. Промышленная добыча нефти началась там в 2010-м, а обнаружили месторождение в 95-м, причем силами Лукоилов, которым государство за эту находку доверило ее и разрабатывать. Мы нашли возможность рискнуть, вложить туда полмиллиарда долларов и открыли новые провинции для нашей страны. Для меня это был самый знаменательный день. То, что для профессионала открыть новую провинцию – это бывает раз в жизни. Всего на поиске, разработку, бурение, подводный нефтепровод и строительство уникальной или достойкой морской платформы ушло почти 7 миллиардов долларов. Но чтобы обеспечить жизнь компании через следующие 15 лет, надо уже сейчас начинать разработку новых провинций. Но в России Лукоил уже давно ничего не получает. В правительстве эти вопросы курирует вице-премьер Игорь Сечин, который также возглавляет совет директоров Роснефти. Ее глава Сергей Богданчиков, у которого отношения с Сечиным не сложились, недавно покинул компанию. Я не буду задавать вопрос, какие отношения у вас с Сечиным. Понятно, что вы скажете «хорошие рабочие». Я спрошу, насколько зависит успех компании и ее место на рынке от личности руководителя. Ну, знаете, сложно сказать, потому что все-таки рынок, особенно внешний рынок, очень тщательно оценивает руководителя компании. Любую компанию сегодня рынок оценивается по профессионализму, менеджменту. Мы считаем, что наши компании профессиональный менеджмент. Мы сейчас готовим, допустим, новую стратегию своего развития. Она позволит на компанию нашим и акционерам, и аналитикам посмотреть по-другому. Конечно, зависит от этапа развития компании от личности руководителя. Но вот я еще раз повторяю, с государственной компанией, как правило, это проходит менее заметно. А с вашей было бы более заметно? С нашей было бы более заметно, потому что уже внешний мир привык к личности Олега Первого, как руководителя компании «Лукой». Вечер Первого дня. Усинск. Олег Первый едет в офис «Лукойл Коми». Тут много дел, как обычно, после кризиса. Давайте вернемся на два года назад. Кризис был для вас неожиданным? Да. Он был для всех неожиданным. Только для нас. Потому что такого кризиса, конечно, никто не ожидал. Что нефть в 140 долларов может упасть до 30. Это, конечно, был тяжелый период времени. А вы помните то, что называется «то утро», когда вы осознали, что это не просто какая-то корректировка, а это действительно провал? Тогда мы собрались, конечно, в сентябрь месяц. Это был, конечно, неприятный момент, когда мы были принимать решения очень оперативно. А когда был самый тяжелый момент? Самый тяжелый момент был в ноябре-декабре месяц. Вот много говорили в связи с кризисом, что в России не умеют работать на падающем рынке, и из-за этого психологически этот кризис еще был таким тяжелым. Вы согласны? Нет, потому что мы работали и на цене нефти 9 долларов. Если мы вспомним 97-98 годы... Сейчас уже сложно вспомнить, что такое было. Да. Другие затраты были. Другая стоимость материальных ресурсов была. Но компания работала на 9 долларов за баррель. То есть и мы в то время не только работали, но мы еще и развивались. Во время прошлого, 98-го года, кризиса, «Лукойл» получил разрешение на добычу в Тимано-Печорской провинции. В этот кризис пришел в Ирак. Российская компания уже была в этом проекте. В 90-х годах мы начинали работать. Да, но там же, мягко говоря, все поменялось. Да, период режима Саддама Хусейна. Мы все-таки вошли в этот проект. Мы достаточно хорошо его изучили. Мы были наиболее подготовлены для тендерного участия по этому месторождению. А вы с кем вели переговоры? С американцами? Нет. Надо признать, что американцы на периоде проведения тендеров дистанцировались от принятия решений. Чистая иракская сторона вела с нами переговоры. И правила тендера были открыты и напечатаны. И конверты вскрывались в нашем присутствии и под камерами. То есть правильно ли я вас понял, что там хаос, война, гражданская война? Непонятно, кто осуществляет реальное управление, а тендер проводится честно и открыто? Когда мы стали победителями, нас это удивило. Насколько это была прозрачная процедура. Не могу вас не спросить. Критики войны в Ираке по всему миру, как один из главных аргументов, всегда приводили в то, что это на самом деле война за нефть. Вы согласны с этим? Я не думаю, что главная цель была нефтина. И, конечно, главная цель была устранение диктаторского режима Саддама и построение демократического общества. Что сегодня реально и происходит. В Ираке действует много партий, которые борются за власть. То есть там вопросы достаточно открыто обсуждаются сегодня. Особенно вопросы, связанные с доступом к нефтяным ресурсам Ирака. То есть достаточно жесткие ставятся условия для инвесторов. И это все идет, в конечном итоге, на благополучие иракскому народу. Потому что наши отчисления, которые будут происходить в бюджете Ирака, они очень значительные. А вам с Хусейном приходилось в свое время встречаться? Конечно. Каким вы его запомнили? Ну, достаточно волевой человек, который уверен в себе. Это было в 90-х годах. Я не думаю, что он прогнозировал себе такую судьбу. Вам по-человечески его жаль? Ну, разумеется, когда человека знаешь, конечно, уже как-то по неволе ты начинаешь ему сопереживать. Все-таки достаточно жесткие условия были применены ко всей элите иракского правительства периода Саддама Хусейна. Раннее утро второго дня. Олег Перв приезжает на буровую. Под стальной вышкой как раз и находится месторождение. Это вовсе не подземное озеро нефти, как думают многие, а скорее губка, пропитанный нефтью пористый пласт. Его еще называют ловушкой. Нефть распространена была везде, но она скапливалась в определенных местах. То есть, если в Москве пробурить, то, в принципе, тоже можно? В принципе, углеводороды везде есть. Просто они... Есть ли там ловушка, есть ли там скопление? Вот почему говорят, что месторождение? Место, где она скопилась, где, так называемое, создалось условие, где снизу вода, сверху глина. Вы когда берете, если, допустим, нальете воду на пол, она стекает в определенное место. Она везде, в принципе, мокрый пол. Но лужа в определенном месте. Вот эта лужа и есть те условия, которые создают месторождение. Очень многие со стороны представляют ваш бизнес так, что ставится вышка, засовывается, значит, игла и высасывается нель. Возеро, да? Да. В двух словах, как это на самом деле происходит? Ну, это сложный технологический процесс, потому что, я уже говорил тебе вчера, что десятки отраслей работают на то, чтобы пробурить эту скважину. Это машиностроители, металлурги, это химики, это электронщики и прочее, прочее. Нефть, бьющая фонтаном из скважины, для российских месторождений уже прошлое. Например, здесь, под Усинском, так называемая тяжелая нефть. Бензина из нее получится меньше, чем из легкой, зато больше мазута и битумов. Но эта нефть вязкая и замерзает при температуре плюс 26, при том, что в Усинске даже летние температуры редко поднимаются выше 20. Чтобы извлечь такое сырье из-под земли, нужны не просто финансовые затраты, нужны технологии, разработанные под конкретное месторождение. Они как отпечатки пальцев, двух идентичных не найти. Вот эта буровая сейчас подготовлена для того, что здесь будут буриться горизонтальные скважины. Надо пройти почти 3000 метров вертикально и 1000 метров пройти по горизонтальному стволу. Потому что пласты очень слабые, низконасыщенные, чтобы был большой приток. Мы хотим увеличить площадь проникновения нефти к скважине. Поэтому 1000 метров надо пройти по пласту всего 20 метров. Представляете, 20 метров расстояния, по нему идет труба на глубине 3000 метров. То есть какая должна быть навигация, которая позволяет не пересечь ни водяной пласт, ни газовый. Цену на нефть определяют уже не нефтянники, а рынок. Сейчас на биржах дают по 86 долларов за баррель. В 2009-м «Лукойл» добыл на территории России 685 миллионов баррелей. То есть примерно 59 миллиардов долларов. Но, разумеется, не все эти деньги – чистая выручка компании. Вопрос, который в широкую публику тоже очень интересует. Вот из этой цифры цена на нефть. Сколько достается нефтяной компании? Какой процент? 15% сегодня наша ориентабельность по нашему бизнесу. И это те деньги, которые вы пускаете… Да, в оборот, да. И на которые мы развиваемся, которые мы обустраиваем в новом месте рождения. Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, такое справедливая цена на нефть? Это цена, которая позволяет производителю развивать новые проекты, а потребителю иметь справедливую стоимость на наш товар. То есть на бензин и дизельное топливо. Это зависит от факторов. Первый – это гордогеологические условия и логистика доставки нашего продукта до потребителя. Вторая – это налоговая система, которая существует в той или иной стране, где мы ведем свою хозяйственную деятельность. И, конечно, это те затраты, которые мы несем, или, так называем, наша себестоимость, которую мы управляем. Это те расходы, которые мы несем на поднятие нефти из проста. От цены на нефть, как ни странно, зависит и ее количество. Кризис, сложный в разработке месторождения, были заморожены. Скажем, эта буровая, при той цене за баррель, которая была полтора года назад, приносила бы только убытки. Мы считаем, что сегодня есть влияние и налоговой системы, которая должна стимулировать особенно начальный период разработки месторождения и конечный период, когда уже большое количество воды добывается. Это даст возможность вовлечь дополнительную запасную разработку. Налог на добычу полезных ископаемых рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, учитывающей цены на нефть сорта «Юрлс», такую добывают в России, и официальный курс рубля к доллару. И этот налог одинаков для всех типов месторождений. Неважно, сколько денег тратится, чтобы его разработать. Но сейчас Олег Первый заботит не столько налог, сколько возможное повышение экспортных пошлин на нефтепродукты, то есть на бензин, керосин и прочее. Мы считаем, что здесь надо очень осторожно подходить к этому вопросу. Потому что повышение экспортных пошлин на нефтепродукты и сближение их с экспортной пошлины на нефть может привести к тому, что мы получим снова, как в 90-е годы, когда финские и греческие бензины продавались на Урале. И Россия перерабатывала всего 120-130 миллионов тонн нефти, потому что выгоднее было экспортировать нефть, чем нефтепродукты. За 10 лет переработка нефти в России выросла в два раза. Правда, топливо – это не всегда высокого качества. Через пару минут Олег Первый объяснит, почему заправляться на Лукоиле, на его взгляд, безопаснее, чем на других АЗС, и расскажет, как отразилось на компании громкое ДТП на Ленинском проспекте. Значит, буровая 4. Сок, я станок, что здесь? Ну, в работе, готовых к работе 32 станка. Постороннему человеку сложно понять, о чем разговор. В отличие от многих бизнесменов, пришедших в нефтянку в 90-е и 2000-е, для Олег Первого нефть – дело всей жизни. Он – редчайший случай для владельцев крупных российских компаний. Прошел в своем бизнесе все ступени карьерной лестницы. Начал еще в 70-е оператором буровой. И рос. К началу 90-х стал замминистра нефтяной промышленности СССР. Потом – ельцинский указ о приватизации отрасли и рождение Лукоила. Почему именно Лангипа, Сураик и Галым? Потому что с руководством этих объединений у замминистра Олег Первого были самые хорошие связи. Мы не участвовали в залоговых акционах. Мы приватизацию делала правительство Российской Федерации, продавая по 9-10%, 5% было продано коллективу в свое время. Были чековые акционы, которые мы достаточно хорошо сформировались и прошли хорошо. То есть мы не допустили к участию в нашей компании крупного банковского бизнеса. То есть таких две компании – это Лукон и Сургут, нефтегаз. Все остальные компании допустили участие. После того, как буровая проткнет месторождение, вышку убирают, и на ее месте появляются качалки – главный символ нефтебизнеса. Мы все-таки сидим, как страна на нефтяной игре. Это наше счастье, что страна богата нефтью и газом. То есть это та основа, которая позволяет нам решать любые задачи. Вы знаете, у Юрия Шевчука, музыканта теперь уже известного, есть такая песня «Когда закончится нефть». Я вот вам хочу переадресовать этот вопрос. А когда закончится нефть? Я считаю, что наша страна на долгие-долгие годы, десятилетия обеспечена запасами нефти. Я когда учился в институте, завершал его, это было начало 70-х годов, то есть нефть оставалась на 20 лет. Мой сын сейчас завершает тоже институт, и снова ему говорят, что нефть остается на 20 лет. Технологии меняются, меняется абсолютное наше представление о запасах нефти, о расположении нефти. От качалки нефть по подземной трубе идет на нефтесборный пункт. Здесь ее отделяют от неизменных спутников воды и попутного газа. И готовится товарная нефть, которая поступает в систему транснефти. И дальше уже идет на экспорт или на нефтепрорабатывающие заводы. А вот как вам кажется, какая система сложнее? Вот вся эта производственная система или бизнес-система, добыча, торговли нефти? Ну, я инженер. Для меня самый сложный процесс – это добыть нефть. Меня этому учили. Потому что в дальнейшем процесс продажи, он происходит уже механически. Поток нефти остановить нельзя. То есть наш товар – это не товар народного потребления, который нужно на полке выставать, который нужно презентовать. Наш товар, он имеет международное качество. Наш покупатель, он заранее покупает и фьючерс на нашу нефть на два месяца, на три месяца. Скажите, а вот Олег Первый производственник и Олег Первый бизнесмен – это два разных человека или это общая такая тоже вертикально интегрированная система? Ну, если ты производишь товар, ты все равно должен думать, для кого ты его сделал. Ты должен видеть того, кто этот товар сделал. Но это разные все-таки со всеми работами. Конечно, разные. Это отдельный направление. Конечно, мне ближе вот там, где я нахожусь сегодня. Вам интереснее здесь, чем больше? Конечно. Я приезжаю в Западную Сибирь, в Коми, вот эти регионы, где мы традиционно добываем. У меня здесь душа радуется. Я не торгую нефтью. Торгуют нефтью мои подчиненные. Мне больше ближе. Вот это. Вы не офисный человек по природе. Поэтому я 70 часов в месяц и нахожусь в командировках, потому что я считаю, что руководитель должен чувствовать, чем живут люди, которые работают на компании. На заднем плане еще один символ нефтедобычи – факел. В нем выгорает попутный нефтяной газ – привычная картина для месторождений. Факел – это факел аварийный. То есть это факел не сжигается газ. Аварийный факел – это запальник называется. То есть это вот как в газовой колонке в обычной – это запальник такой же? Да, который постоянно должен гореть, потому что, не дай бог, если в аварийной ситуации, выбросы пойдут на эти факела, они должны загореться. Но газовые факелы загрязняют атмосферу и пускают на ветер национальное достояние, ведь этот газ мог оказаться в комфорках у потребителей. Поэтому правительство требует, чтобы с 2012-го 95% попутного нефтегаза уходило в дело, то есть в трубу «Газпрома». Все уже почувствовали, что изменить сроки доведения до 95% утилизации газа нельзя. То есть правительство не пойдет на это. Поэтому мы вкладываем всем большие деньги, и мы в срок в 2012-м году четко выйдем все на 95% сжигания. Интересно, что самой нефти нигде не видно. Знаменитые кинокадры, когда счастливые буровики ею умываются, можно снять лишь в первые моменты, когда месторождение только-только обнаружено. Потом, если нефтяник видит нефть, значит это аварийная ситуация. Производство здесь очень опасное. Любая неполадка может закончиться тотальным коллапсом. Тому, что называется «культура безопасности», лукойловцы учились в том числе и у своих недавних партнеров – компании «Конако Филлипс». Она была крупным акционером Лукойла. Конечно, вот эти стандарты, которые сегодня внедрены в западных компаниях, они сегодня достаточно жесткие. И самое главное, эти стандарты уже в крови у каждого работника. Вот у нас еще не хватает, чтобы каждый человек почувствовал, что нужно надеть каску, когда заходишь на объект. Я тоже каску никогда не надевал. Сейчас я надеваю каску, потому что своим примером показать, что нельзя на объекте находиться без каски. Хотя мы стоим под открытым отдыхом, нельзя на объекте быть. Потому что, не дай бог, если будет авария, взрыв, то голову человека надо сберечь. Но в марте этого года «Конако Филлипс» объявила, что продает свои 20% акций. Распрощаться с лукойлом иностранцев заставил кризис. Поэтому для того, чтобы быстро решить свои проблемы, они должны реализовать активы. В кризисный период активы реализовать очень сложно. Такие, как нефтеперерабатывающие заводы, нефтедобывающие активы. А акции нашей компании, они ликвидны. Они на бирже постоянно торгуются. Мы приняли решение выкупить определенный пакет, который бы гарантировал компании стабильность в своем развитии. То есть сформировать контрольный пакет. Вы какой-то глобальный вывод сделали после этой истории с «Конако Филлипс» о том, что, скажем, «Лукойлу» не нужны такие стратегические бакеты? Да, мы сделали это. И поэтому сегодня впервые компания «Лукойл» с 1 января начнет работать без стратегического партнера. До этого у нас было правительство Российской Федерации, компания «Конако Филлипс». Вот с 1 января мы начинаем работать без стратегического партнера. Чтобы не было таких нюансов, как произошло с компанией «Конако Филлипс». Вы главный акционер компании «Лукойл»? Я крупный акционер. У вас есть контрольный пакет? Нет. Контрольного пакета в компании ни у кого нет. Те акции, которые на балансе у компании, сегодня они формируют пакет, который позволяет менеджменту управлять компанией. Это не один человек, не два, это не правление. Это 800 человек, которые сегодня охвачены системой долгосрочной мотивации. Конечно, он себя уже чувствует собственником. Он к своему работе относится не только как к получению зарплаты, но он еще рассчитывает, что капитализация компании будет расти, его пакет акций будет дорожать. На нефтесборном пункте Олег Первый презентует новый центр управления. Эта паутина на мониторе обозначает систему резервуаров, бойлеров, фильтров, трубопроводов. О том, что вокруг черное золото напоминает запах, для непривычного носа слегка туалетный. Вот этот вот запах, это нефть пахнет, да? Да, это чуть-чуть запах сероводорода, который присутствует в нашей нефти. Это вот и есть запах денег, как вам кажется? Для меня это запах работы и запах результата. Потому что нефть уже на поверхности. Нефть готова. «Лукойл» называется вертикально интегрированной компанией. То есть сам добывает нефть, сам перерабатывает и сам продает потребителю. И хотя заправочные станции – самая малая статья доходов компании – отказываться от конечного звена в производственной цепочке, «Лукойл» не торопится. Хотя Олег Первый по его словам об этом думает. Мы сегодня подвержены постоянной критике страны общества и государственных институтов власти. Все радуются, когда антимонопольный комитет объявляет, что он наказал крупных китов, вертикально интегрированной компанией на колоссальные суммы. Все радуются, правда. Да, и скоро уже мы все подумаем, в том числе и я, выйти из этого бизнеса, продать это частным лицам и пусть они продают наше топливо. 98% нашей прибыли сосредоточены в других отраслях. Выиграет ли от этого государство и выиграет ли от этого наш потребитель? А вы как думаете, выиграет или нет? Я думаю, что проиграет. Сегодня любой автолюбитель, у которого проблема после заправки на нашей станции с двигателем, он знает телефон, он знает нашу компанию, и он прекрасно понимает, что реакция будет точная. Будет реакция? Вот расскажите поподробнее. Потому что иногда, знаете, рассказывают, вот я заехал на «Лукойл», я там заправился. Все риски застрахованы. Вот любой двигатель, не дай бог, он выедет из строя, мы все, это тут же звонить. У нас есть везде телефоны на заправках, у нас зафиксируется номер заправки, приедет тут же лаборатория, проявит, если мы виноваты, у нас все это застрахованы. А бывают такие случаи? Да, мы меняли двигатели. Да, у нас было один раз ЧП Московской области, когда случайно перемычка была не перекрыта, и дизельное топливо смешалось с бензином. Мы выплатили всем пострадавшим, мы поменяли шесть двигателей. Более 50% российского топлива экспортируется за границу. Но спроси любого часто путешествующего потребителя. И он скажет, что в Европе или Америке бензин качественнее, машина идет резвее, двигатель работает тише. Олег Первый говорит, что это не фактология, а психология. И что на самом деле качество топлива на лукойловской заправке в Усинске не хуже, чем в том же Нью-Йорке, где у лукойла тоже заправки. Ваши машины корпоративные тоже у вас за жизнь заправляются? Не только топливо. Все наши машины корпоративные, иностранного производства, они все заливают смазочные материалы компанией лукойлов. Даже иностранное производство? Даже иностранное. Даже мой Мерседес, который достаточно тяжелый и бронированный, он ездит на смазочных материалах компанией лукойлов. В феврале этого года один из Мерседесов лукойла попал в громкое ДТП, лоб в лоб столкнувшись с Ситроеном. Водитель и пассажир Мерседеса, вице-президент Анатолий Барков, остались живы. Водители пассажир Ситроена, женщины-врачи, погибли. Суд возложил вину именно на них. Но очень многие с таким решением не согласились. И среди прочего в интернете развернулась кампания за бойкот лукойловских заправок. А этот бойкот как-то был ощутим? Нет, бойкота не было. Были призывы отдельных личностей. Я всегда считаю, что должны объективно разобраться с любыми событиями. Ни я, ни руководство другой компании не вмешивалось в процесс. Да, это несчастные случаи, это несчастье семьи. Я знаю, что и Анатолий Анатолий Барков сегодня через систему страхования обеспечил дочке до 18 лет так называемый стабильный доход, который позволит ей получить и образование, и жить на эти средства достаточно стабильно для нашего среднего уровня. Понимаю, что в чем дело. Это был так называемый порыв. Такой, который обществом воспринят был как сигнал тому, что можно вот сейчас все высказать. Не только в ваш адрес, вы считаете? Я считаю, что это было в адрес всех. И в адрес тех, кто с мигалками ездит, и в адрес Мерседесов больших и дорогих машин, и в адрес той ситуации, которая творится у нас на дорогах. То есть это было в адрес элиты, да, мы можем так сказать? Можно так сказать. А вы с мигалкой ездите, раз уж мы про это заговорили? Нет, в компании ни одной машины с мигалкой нет. Другой, более постоянный повод для всеобщего недовольства – цена на топливо. Сидим на нефти, а бензин дорогой. 25,80, там, 25,80. Ну, да, и 92-й, 23,70. Вот есть такое ощущение, и все время про это говорят, что когда цены на нефть растут, цены на бензин тоже растут. Когда цены на нефть падают в кризис, цены на бензин не падают. И тут все задают… Нет, были у нас и снижения. Вспомните, 98, 2008, 2009 годы у нас цены также падали. Когда цена была на 30, у нас цены резко снижались. Сегодня цены Российской Федерации, они ниже, чем у всех сопредельных государств, даже у Казахстана. Но вопрос, вот для потребителей он очень актуальный. Почему, мы знаем, цены на нефть в кризис обвалились, мы помним, на сколько, а цены на бензин ведь не настолько же упали? Ну, они тоже упали почти на 50%. Более, чем на 50%. Потому что себестоимость производства топлива, она гораздо выше, чем себестоимость производства нефти. Прямой зависимости от цены топлива и нефти, она не существует. Она косвенно. Смотрите, поднялась цена на нефть. Почти сегодня с 30 долларов до 86. В два с лишним раза топливо не поднялось в два с лишним раза. Топливо поднялось где-то процентов на 18-20. То есть это не прямая зависимость. Вот если говорить о прямой зависимости, значит, здесь должно было висеть 60 рублей. Закончив объезд, Олег Перов возвращается в город. В 90-е, когда советская нефтепромышленность уже развалилась, а крупные собственники ещё не пришли, однокомнатную квартиру в Усинске меняли на видеоплеер. С появлением Лукойла цена недвижимости выросла на порядке и сейчас вполне сравнима с питерской или краснодарской. Сколько городов в России зависит непосредственно от Лукойла? От Лукойла, я скажу, четыре города. Это Западная Сибирь, моногородов, где мы присутствуем. Это, конечно, наши гордости, наши традиционные города. Коголын, Луги, Пасу, Рай, Покачи. Это Усинск, Ухта в Коми. И мы считаем, что на Риамаре мы вот семь городов, где мы моноприсутствуем. В таких городах, наверное, Лукойлу к вам лично по-другому относятся? Не так, как там в Москве? В этих городах у нас абсолютно комфортная ситуация. И каждый житель города понимает, что мы работаем для того, чтобы им живуть лучше. А вы понимаете, чем живут эти люди? Конечно. Я сам прожил больше 15 лет в этих городах. Я прекрасно понимаю, что нужно в моногородах. Когда ты проводишь субботу-воскресенье и не знаешь, чем заняться, кроме того, чтобы по лесу походить, это не очень приятно. Поэтому мы знаем, что я и вся моя команда прошли через этот. То есть я в Западной Сибири поменял 5 городов за 12 лет. И вот там была такая проблема, что вы не знали, чем вы с женой занялись? Да, мы просто женой выходили и гуляли по лесу. Потому что в воскресенье другой занятия не было. А здесь вот чем? А сейчас здесь дом культуры, здесь прекрасные леса, между прочим, вдоль реки. Здесь и дом культуры есть, и спортивные сооружения есть. Здесь есть масса кафе, масса мест, где можно привести свой досуг. Вот храм тоже вы построили, да? Это мы совместно с городом. Мы ничего здесь сами не строим. Мы все строим совместно с городом. Потому что мы такие жители города, как все остальные. Все три местные власти – мэр, батюшка и президент компании – сошлись у церковной калитки. О делах полушепотом поговорили у новенького фаянсового иконостаса. Надо прикидывать им тоже эту школу. Просто украшение. Храмы в таких северных городах не только для молитв, но и для встреч. По улице не погуляешь, холодно. Тут даже каток крытый. Не чтобы летом кататься, а чтобы зимой катаясь не замерзнуть. Но не только из-за погоды у нефтяных бизнесменов суровая жизнь. Извините, что я про это спрашиваю. Но просто многие ваши коллеги, судьба у вас сложная, у крупных бизнесменов, оказались в Лондоне в результате. Вы себя как-то... Примеряли на себя такую возможную участь, жизнь за границей? Ну, здесь хорошая пословица русская. От суммы, от тюрьмы никто не застрахован. Мы занимаемся таким бизнесом, который многоотраслевой, который имеет свои риски. Риски политические, финансовые, экологические, юридические. Ну, конечно, мы все сегодня не застрахованы ни от чего. Но моя главная черта – я никогда не нарушаю правила, никогда не нарушаю договоренности. Я всегда понимаю, если есть законы, их надо выполнять. И вот то, что по общему мнению у вас блестяще получалось всегда, это хорошее отношение с властью? Конечно. Недра принадлежат государству, и они будут принадлежать всегда. И мы должны считаться с его желанием. В этом была ошибка Ходорковского, на ваш взгляд? Я считаю, что у Михаила, наверное, был букет, который привел к этой ситуации. Букет всего. Мы вместе работали, и я его хорошо знал. То есть я ему как человек переживаю, но то, что это действие явилось следствием ряда причин – это факт. То есть к этому шло, вы понимали, что… Ну, то есть были ряд событий, которые привели к этим действиям. Дела в Усинске закончены, но рабочий день продолжается. Из храма Олег Перв снова едет в аэропорт. Впереди Калининград. Там у Лукойла морская нефтяная платформа. А сколько вот, интересно, человек должно замыкаться на вас? Вот есть какой-то предел количественный, больше которого вы уже просто теряете возможность управлять адекватно? Я для себя всегда вырабатывал систему, что где-то до 9 человек, не больше, 7-9. Потому что первый руководитель должен быть доступен своим подчиненным. А я доступен. Любой сегодня руководитель нашего предприятия, любой главный инженер, если ему позвонят, то в течение 2-3 дней всегда со мной встретятся. Все мои замы в течение часа-полутора, если я в офисе, они со мной встретятся всегда. А у вас какая манера управления? Вы лично вникаете в большинство вопросов или вы делегируете полномочия? Главные мои функции – это, конечно, кадровый состав, высшего звена наших руководителей, в том числе дочерних предприятий. Это мой приоритет, и никто его не нарушает. Это стратегия развития, это бюджет. А вы сторонник того, чтобы как можно больше доверять, передоверять функции и контролировать? Я сторонник того, чтобы каждый выполнял свои должностные функции. Если человек подходит к выключателю, нажимая на него днем, он должен смотреть на лампочку, а не на сам выключатель, потому что реакция будет с тем другой стороны от его действий. А у нас, конечно, очень часто происходит так, что человека назначают на должность ответственную. Он нажимает на выключатель и смотрит на выключатель и удивляется, что реакции не происходит. У нас вы имеете в виду в стране, а не в Лукоиле? В Лукоиле в том числе и в стране в целом, потому что это первое качество, по которому мы оцениваем человека. А вы привыкаете к людям, с которыми работаете, или вы за ротацией? Я нормальный человек, нормальная психика. Я привыкаю к людям. Я с многими дружу, но я считаю, что на производстве должна быть ротация. Люди должны по горизонтали перемещаться или по вертикали. Больше 5-7 лет очень тяжело работать на одной должности. Особенно на должности инженерно-технической. Человек привыкает к той трубе, которая лежит на дороге. Он ее переступает, не задумываясь об этом. Новый человек приходит, он спотыкается, как правило. Он вынужден ее убрать и расчистить эту дорогу. Самолет прилетает в Калининград поздним вечером. У Олега Первого здесь еще встреча. А ранним утром вылет на морскую платформу. Она в 22 километрах от берега. Там он расскажет, зачем нужно зарабатывать миллиарды. Вертолет грузно идет над Балтикой. Справа Куршская коса. Чуть впереди уже Литва. Это морское месторождение называется Кравцовское. Оно было открыто еще в 83-м, но добыча началась в 2004-м. До дна 20 метров, а до нефти 3000. Эту платформу называют образцово-показательной. Тут все, от бурения до безопасности, самое новое и самое технологичное. И все, от помощника оператора до президента, должны в обязательном порядке проходить инструктаж. Вот доказали наши все психологи, что вот этот инструктаж очень западает. Из-за девушки? Да, западает. С платформой долго не могли смириться соседи. Протестующие экологи дневали и ночевали на литовской части Куршской косы. Их не убеждали объяснение Лукойла, что с платформы ничего не выбрасывают в море, а сортируют по контейнерам и отправляют на берег. Результаты проб воды вокруг скважин тоже не действовали. Тогда, рассказывает Олег Перов, компания платила независимую спутниковую экспертизу акватории. Выводы, говорит он, получились слегка комичные. Платформа безопасна, а вот к литовскому порту Клайпеда большие вопросы. После этого протесты быстро утихли. А почему Лукойл принял решение выходить в море? Мы рассматриваем все месторождения. Для нас главное это ловушка нефти, а потом мы уже смотрим технологические способы ее добычи. Морские технологии, они являются так называемой вершиной технологических процессов нефтяной промышленности. А это можно назвать экспансией? То есть компания хочет дотянуться до любой нефти, которая возможна? Ну, компания Лукойл сегодня глобальная компания. Она построена по принципу глобальной компании. Мы присутствуем в 42 странах. То есть мы сегодня рассматриваем еще массу стран и провинций, где мы могли бы применить свои опыты. То есть это сегодня и на Новой Зеландии объявляют тендеры, мы смотрим на эти объекты. Сегодня тендерные процедуры идут в Северной Африке. Но экономическая целесообразность, если она позволяет, мы принимаем участие. То есть если вы можете дотянуться, то технология, технология, деньги. Логические, на слабый год. Это обязательно? Да. Наши институты сегодня, и российские институты, они позволяют сегодня абсолютно решать все технологические задачи. Вот эту установку проектировали все российские институты и построил наш завод, который мы построили специально для этой буровой. На строительство платформы и нефтепровода ушло полмиллиарда долларов. Тут 14 скважин, которые работают круглосуточно и в год добывают 800 тысяч тонн нефти. В прошлом году «Лукойл» открыл еще одну платформу на Каспии. Она в три раза больше, чем эта. Открывать приезжал Путин. Вот мы сейчас находимся на площадке, где идет добыча нефти. То есть это устья скважин, завершенные строительством скважины, которые сегодня дают продукцию. Устья – это верх, да, скважин? Устья – это самое верхнее окончание скважин. Это система безопасности, это система оборудования устья, которая не позволяет скважине выйти из-под контроля. Мы не допустим той ситуации, которая могла бы быть здесь наподобие Мексиканского залива. Вот как раз хотел спросить. То есть когда видишь такую скважину, сейчас первое, что приходит в голову – это Мексиканский залив. Вы, наверное, изучали эту ситуацию? Там, я уверен, тоже оборудование отличное, очень хорошее. Тем не менее, произошло то, что произошло. Да, разумеется. Конечно, там было стечение ряда обстоятельств, которые привели к катастрофе. То есть там не сработала система безопасности скважин. Там буровая была, которая два раза горела. Там была длительность принятия решения по оперативному вмешательству и перекрытии скважины. Здесь три системы защиты. Одна система на устье, одна система – это пакерная на забои. И третья система – это система аборидного сброса. Она не дает нефти и газу попасть на поверхность воды. То есть она сжигает всю продукцию на факеле. А вот то, что произошло в Мексиканском заливе, это из серии головотяпства такого? Каждая катастрофа – это стечение тех обстоятельств, которые не должны в одной точке совмещаться. Это и есть катастрофа. Там есть и головотяпство, как я сказал, длительность принятия решения. То есть так называемые люди не хотели брать на себя ответственность, а долго вели переговоры. Несправное оборудование. Там не сработала система безопасности, которая перекрывает скважин. Вы считаете, что шанс повторения такого в Балтике минимален? Ну, это единственная авария такого масштаба за историю вообще-то морской разработки. Здесь мы считаем, что мы исключили этот шанс. Над скважинами буровая. Теперь она нужна тут только для ремонта самих скважин. Но сегодня все штатно. Насосы качают, люди наблюдают. Олег Перв на платформе как-то явно расслабился. До этого был строг и собран. Просто морская буровая – это его юность. Он именно в море начинал. Первые морские нефтяники – это как раз-таки из Азербайджана. И я начинал свою трудовую деятельность. На пятом курсе института я первый раз на практике был на морской платформе. В сражении Багар. Это недалеко от Баку. И что вы там делали? Я был оператором второго разряда, помощником старшего оператора. То есть, в принципе, здесь все технологические процедуры вам тоже знакомы? Ну да, ну просто здесь более совершенные технологии. Там достаточно примитивно все это было. По итогам 2009-го Олег Перв на шестом месте в российском списке «Форбс». По всем постсоветским меркам его жизнь удалась. А ради чего стоит зарабатывать такие большие деньги? Вот скажите, как человек, который вы заработаете. Есть ряд факторов, которые человеку позволяют обеспечить, так называемую, свою потребность через те финансы, которые он имеет. Моя главная задача, потребность, это делать то дело, которое я хочу, а не которое я вынужден сделать. Это та независимость, которую я получил. Благодаря тем акциям, в общем, крупному пакету в этой компании. То есть, зарабатывать стоит ради чувства независимости и возможности? Независимости и возможности реализовать себя. Это только кажется, что нефть годна лишь для получения топлива и масла. Без нефти невозможен никакой айфон, ведь все новейшие пластики сделаны из продуктов нефтедобычи. Вот они поступают на завод в сжиженном виде, а выходят полиэтиленовыми и пропиленовыми гранулами. Я, кстати, с большим удивлением узнал, что, собственно, пластмасса – это ведь тоже нефть? Да, это тоже мы делаем. Мы тоже производим сегодня полипривилен, полиэтилен на наши заводы нефтехимические. Поставляем его на рынок России, из него делают и сегодня очень много оборудования, в том числе и эти каски. То есть каска с надписью «Лукойл» – это еще и сделано в «Лукойл»? Да. Лукойловский завод, на котором сделали эту платформу, совсем недалеко, под Калининградом. Олег Перов звал было слетать и туда, но, несмотря на недавно введенную уведомительную систему, лететь на завод его владельцам не разрешили авиадиспетчеры. Вот и верь после этого, что для олигархов в России нет ничего невозможного. Вздохнув, Олег Перов решает лететь домой, в Москву. Разговор о непростых отношениях бизнеса с госсистемой продолжается уже в самолете. Я считаю, что государство должно быть терпимо к развитию бизнеса. Всегда. Есть такая хорошая притча, что начальный этап любого бизнесмена, если его как-то сравнивать с теми животными, которые нас окружают, он ассоциирует у меня всегда с шакалом, который ест и падаль, ест, и все что угодно. Всех вокруг боится. Как только он наелся, он эволюционирует волка, который ест уже только сырое мясо. Уже более смелый, но и все-таки пуглив. После того, когда волк насытился, он становится медведем, который уже мало того боится, ест и рыбу, и мясо, и ягоды, большое и сильное. Когда медведя наелся, он эволюционирует уже корову, которая большая, ест только траву, и которую общество должно доить. Но доить ни шакала, ни волка, ни медведя нельзя. Потому что, как правило, реакция бывает обратная. Поэтому надо дождаться, когда бизнес дойдет до стадии коровы, чтобы общество и государство его доило. А вы и ваша компания в какой стадии сейчас находитесь? Вы на пограничной. Мы уже медведи, но еще не стали коровы. Продолжение следует...